Ее зовут Чита. Людям она до сих пор не привыкла. Увидев чужих, убегает. Почти месяц Читу подкармливали жители дачного кооператива. После десятка попыток мартышку все же удалось поймать и привезти в этнопарк. Нам позвонили соседи соседнего кооператива. Сказали, что в гараж забралась маленькая мартышка. Она была в плохом состоянии. Плохая была шерстка. Это показатель не очень хорошего здоровья животного. Как оказалось, это зеленая мартышка. Возраст ее примерно был 2 месяца. Еще молочная. Мы ее выходили, выкормили. Откуда взялась такая экзотика, остается только гадать. Но за последний месяц в этнопарк звонили десятки раз с просьбой поймать бездомных обезьян со всех окрестностей Черноморска. Скорее всего, что контрабандисты перевозили на автомобиль грузовом, попали в ДТП. Клетки разгармитизировались и обезьяны разбежались. Очевидца этого нет, все доводы. Но, скажем так, ДТП, слышали, что было ДТП с грузовым автомобилем в районе Волны, в районе Восхода, район Большой долины. И после этого начали поступать звонки с этих кооперативов. Здесь, рядом с дачным кооперативом, есть лесопосадка, немного похожая на джунгли. По соседству живет Галина. Говорит, при первой встрече в темноте незваная гостя не на шутку ее испугала. Смотрю, сидит какой-то чудовище. Я испугалась. Думаю, господи, боже мой. Что же это, думаю, вроде бы не куница, вроде бы не лиса. Она сидит, лапки так подняла, такие щечки. А потом женщина начала подкармливать найденыша. И хотя дикое животное, приручить так и не удалось. Своей обезьяне Галина привязалась всей душой. Положила ей еду, думаю, конфеты, печенье. Да, она подошла, так взяла, посытрела, понюхала, попробовала. Ну, ей понравилось и съела. Виноград потом ложила ей. Ну, ее, конечно, поймать было очень сложно. Она пожила при стройке. Она не очень любит, она меня видела как-то так агрессивно. А большая, большая? Нет, она такая маленькая, меньше, чем котенок, серая. Здесь такие у нее серые, такие, эти, бакенбарды, как вроде бы. Такая, ну, она дикая. Но так же загадочно, как и появилась, дикая обезьяна пропала. А вот на Читу она совсем не похожа, говорит Галина. Кстати, эксперты считают, что потерявшаяся стая вполне может прижиться в Одесской области. И даже перезимовать, держась поближе к людям. Но все же они не теряют надежду поймать всех обезьянок и поместить их в нормальные условия. Анна Городенцева, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова